Добрый вечер, Гомель! На Беларусь 4 продолжается масштабный проект, посвященный 80-летию со дня образования Гомельской области. И вот в преддверии этого значимого юбилея наша программа готовит специальные выпуски о районах Гомельщины, о людях, которые там живут. И сегодня, дорогие друзья, мы расскажем об одном из красивейших уголков Беларуси, где до сих пор сохранились народные традиции, которые удивительным образом переплетаются с современными достижениями. Но вот все-таки, чтобы сохранить интригу, скажу лишь, что вот такая деревянная игрушка-свистулька, она очень почитаема в этом месте и вообще считается даже современным брендом этого района. Ну, может быть, конечно, у меня не так здорово получается, но вы не поверите, вот на таких свистульках сегодня играют не только белорусские дети, но и очень даже играют в Китае. Дорогие друзья, я думаю, что вы уже догадались, сегодня мы познакомим вас с традициями, с жителями Будды Кошелевского района. И мне кажется, что вот самое время пригласить в эту студию мастера этих удивительных деревянных свистулек. Встречайте, пожалуйста, у нас в гостях Виталий Валерьевич Карпинский. Виталий Валерьевич, добрый вечер. Вы знаете, у меня не получается. Как вы это делаете? Расскажите. Это сложно, наверное? Это очень все просто. И маленькие дети свистят. Нужно просто очень плотно обхватить штучок и сильным потоком воздуха направить в свистульку. Надо тренироваться. Есть чем заняться. Спасибо большое. Присаживайтесь. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. И расскажите нам, пожалуйста, в чем же уникальность Будды Кошелевских свистулек? Кстати, а свистеть в доме неплохая примета? Если в свистульку, то это очень даже хорошая примета. Это используется как определенный оберег. А если просто свистеть, то, конечно, да, это будет плохая примета. Ну что ж, тогда расскажите, пожалуйста, в чем уникальность Будды Кошелевских свистулек? Какие-то, наверное, старинные техники вы используете в своей работе? Ну, во-первых, это свистульки деревянные. Достаточно мало осталось свистулек из дерева. В основном используются глиняные, керамические свистульки. Поэтому уже то, что это из дерева, это уже считается... Экологически чистый, наверное. И экологически чистый. И даже какая-то определенная, так как, знаете, в них своя особенность. Повсеместно сейчас используется пластмасса, глина, керамика. Из дерева очень мало осталось. Хотя, если брать историю, то, конечно, изначально были деревянные свистульки. Сохранились свистульки китайские четыре века до нашей эры. Они из керамики сделаны. А деревянные просто не сохранились с тех времен. Полагаю, что деревянная свистулька намного древнее китайских. Я была уверена, что это все наше, славянское и техника, и подобные изобретения для малышей. Я полагаю, что это славянские, да, это славянские все-таки игрушки и свистульки. Вы знаете, очень сложно представить, что в свое время вот такая игрушка заменяла ребенку, да, вот в деревенских, в крестьянских хатах заменяла целый оркестр. Я знаю, что вы делаете не просто свистульки, еще определенные игровые какие-то предметы. Вот покажите, пожалуйста, что вы сегодня принесли в нашу студию. Ну, вот эта свистулька, она двухтональная, на два свистка. С ней я выходил. Все остальные одинарные. Дома еще находятся, я уже не брал, они достаточно громоздкие, те, которые на целую октаву свистульки. То есть, в принципе, дети могут, например, катать такую машинку. Да. Да, разукрашивать ее. Или просто поиграть, как на музыкальном инструменте. О, вот в этой у меня уже все получше получается, посогласитесь. Вы знаете, когда вот мы готовили сегодняшнему эфиру, для меня вообще было удивительно узнать, что кроме изготовления вот таких деревянных игрушек, вы еще единственный в округе ткач. Серьезно? Вот сами ткете пояса, да, и делаете рушники? Да. 19 января в Будокшилевском районе будет открываться районный центр по ткачеству. В рамках реализации местной инициативы «Возродим рушник мести», проекта Европейского союза и программы развития ООН, содействуя развитию на местном уровне Республики Беларусь. Всех приглашаю после открытия центра посмотреть. Мы будем показывать и мастер-классы, и будем брать историю ткачества. Конечно же, поддерживать Будокошилевские традиции в ткачестве рушников. А вообще вот сегодня, скажите, пожалуйста, в современных семьях на Будокошилевщине часто можно встретить рушники, деревянные свистульки? Насчет свистулек это достаточно большая редкость. На республиканской выставке обратили внимание жюри, что в Белоруссии достаточно мало представлено деревянные свистульки. И прямо рекомендовали продвигать вот это начинание. Ремесло такое. Да, потому что в Белоруссии достаточно мало сохранилось именно деревянные свистульки. А в домах, конечно, и рушники есть. Вы знаете, мы попробуем прямо сейчас начать продвигать подобное ремесло. Да, вы могли бы вот устроить такой своеобразный мастер-класс для наших зрителей и, в принципе, показать, как это делать? И для начала, если согласны, расскажите, из какого дерева вы делаете подобные кружки? Ну, из самого разнообразного. Ну, в данной ситуации это осина взята. Дерево достаточно чисто, экологически. Для ребенка это один из самых безопасных и хороших пород деревьев. Это дерево не гниет, не подвержено гниению, поэтому используется для кухонной утвари и в игрушках. Что вы предлагаете сегодня смастерить? Вот такую сделать, заготовочку символа 2018 года, деревянная собака. Вот колесики уже заранее подготовил, ограничены временем в студии. Поэтому к концу передачи будет свистулька, символ 2018 года. Ну что ж, посмотрим. Мы даже с удовольствием сейчас посмотрим, как вы начинаете, из чего начинаете и какие используете для этого инструменты. Само дерево, понятно. Ну, нож определенный. Вообще, сейчас такие ножи столярные, канцелярские, достаточно удобные, но они очень небезопасны. Если дети пользуются ими, то нужно обращать внимание, что очень легко можно поранить руку. Этот нож, конечно, более безопасный, но купить такие ножи, их продажи просто нет. Это на подзаказ делается. Ну, обрабатывается древесина таким образом, чтобы понемножку режется. Единственное, что у меня с одной стороны рука порезана, сейчас со второй. А, то есть это опасно все-таки ремесло. Да, ну, все равно, да, перед подготовкой передачи он порезался. Вот. Ну, немножко клея надо, чтобы скрепить детали, и электровый сжигатель, в принципе, все. И, в принципе, все, да? Да. Ну что ж, мы будем с интересом наблюдать за вашим ремеслом сегодня, за тем, как вы это делаете. Вы знаете, вот еще один вопрос, вот мне очень удивительно. Вы смотрите, борода, свистульки. На фотографиях вы часто ходите в специальных красивенных народных костюмах, там, с рушниками, поясами. Вы знаете, сложно представить, что вы бывший подполковник милиции. Представляете, дорогие друзья? Вот мне интересно, откуда у вас такое увлечение? Ну, на протяжении уже долгих лет я что-то все время мастерю, занимаюсь. И перед выходом на пенсию я также увлекался достаточно серьезно, но уже стал пробовать себя на различных выставках, на различных конкурсах. И, будучи подполковником милиции, я, например, выиграл на международном конкурсе декоративно-прикладного творчества в городе Киев, первое место занял. Вот как любитель, я не профессионал, я специально не обучался ни резьбе, ни другим видам декоративно-прикладного творчества. Поэтому свободное время уделял вот именно таким занятиям. Сейчас это просто дальнейшее развитие, продвижение. Но в настоящий момент я очень серьезно занимаюсь качеством. Поэтому резьба, это уже как на второй план отошло. Спасибо большое. Ну что ж, мы ждем очередную удивительную такую, я сказала, телевизионную свистульку. Сегодня, да, в конце нашей программы. И, конечно же, хотели бы, чтобы вы участвовали в нашем диалоге на протяжении всего эфира. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что на «Беларусь 4» программа «Добрый вечер, Гомель». И сегодня мы рассказываем о людях, которые живут в Будокошлевском районе. И наш первый гость – это местный ремесленник Виталий Карпинский, удивительный мастер на все руки. Ну, а вообще, вы знаете, в Будокошлевском районе много чего удивительного. Например, есть святая крыничка в деревне Селец. Местные жители говорят, что вода в святой крыничке не замерзает даже в самые лютые морозы. А потому, независимо от времени года, сюда приходят и приезжают люди. Кто-то, чтобы набрать святой воды, кто-то помолиться, а кто-то просто посидеть, подумать и привести мысли в порядок или пообщаться с природой. Кстати, Виталий Валерьевич, а какие еще достопримечательности есть в Будокошлевском районе? Вот вы, как местный житель, куда посоветуете отправиться туристу? Ну, знаете, у нас сейчас в рамках, опять же, реализации местной инициативы разрабатывается проект «Льняные стежки Будокошлевщины». Проект будет 19 января демонстрироваться участникам открытия Центра от качества и в дальнейшем найдет свое продвижение в различных рекламных изданиях. Уже имеются определенные наметки, хотят с нами взаимодействовать различные туристические фирмы. Управление по спорту и туризму заинтересовалось именно вот этим проектом. «Льняные стежки», да? Что же это будет за объекты и достопримечательности, которые предлагаете? Проезжая по трассе Гомель-Минск, можно сделать небольшой крючок, скажем, по Будокошлевскому району, круг, чуть больше 50 километров, и посетить такие достопримечательности, как Чеботовичский центр народного творчества, Губический дом, ремесел. Далее несколько объектов от Губича до Будокошлева, Уваровича захватить через Гусевицу, Центр народного творчества, через Льняные поля, через Льнозавод. Как интересно, я даже не ждала, что Будокошлевский район такой большой и насыщенный действительно народными умельцами. Нам обещают еще оказать помощь Гомельский государственный университет именно в качестве дальнейшего развития и продвижения именно вот этого маршрута. Поэтому я думаю, что через некоторое время информация поступит, средства массовой информации. Скажите, а у вас есть любимое место на Будокошлевщине? Любимое? Да, мой дом. Дорогие друзья, вот чем живет Будокошлевский район сегодня, вообще как меняются наши малые города, поговорим об этом с нашими следующими гостями сразу после рекламы. Дорогие друзья, на Беларусь 4. Добрый вечер, Гомели. В рамках нашей программы мы продолжаем уникальный проект, посвященный 80-летию Гомельской области. Сегодня мы рассказываем о людях, традициях, обычаях и нравах жителей Будокошлевского района. Кстати, вот с давних времен этот край славится своей живописной природой. И первое упоминание о деревне Будо в Кошелевской волости Могилевской губернии встречается еще в 1824 году. Кстати, есть данные, что в конце 19 века население этого местечка составляло 500 человек или что-то типа того, около того. А вот сегодня уже Будокошлев – это город, административный центр района с численностью населения около 10 тысяч человек. Вы не поверите, но именно здесь растут настоящие дубовые рощи и есть даже два вековых дуба, возраст которых более 300 лет. Удивительная информация, мне кажется, вообще что-то невероятное. На самом деле Будокошлевские дубы, они объявлены ботаническими памятниками природы республиканского значения и входят даже в государственный перечень вековых и редких пород деревьев. Ну, вы знаете, я бы очень хотела задать вам вопрос, а вы когда-нибудь вообще бывали в Будокошлевском районе? Очень хочется надеяться, что вот после нашей программы, после сегодняшнего эфира, когда вы познакомитесь с местными жителями, вы действительно поедете в этот край для того, чтобы открыть для себя новые, самые интересные, удивительные и очень красивые места Беларуси. Кстати, дело в том, что туристы и местные жители, они называют Будокошлево типичным городом Беларуси, где есть своя железная станция, есть несколько предприятий, есть обязательно музей и картинная галерея. На территории района также есть больницы, дом культуры, детская школа искусств, спортивная школа и много других современных учреждений. Итак, чем живет Будокошлевский район и вообще, как меняются наши малые города, самое время поговорить об этом с заместителем председателя Будокошлевского райисполкома. Дорогие друзья, встречайте, пожалуйста, у нас в гостях Геннадий Анатольевич Вамбриков. Добрый вечер, Геннадий Анатольевич, проходите, пожалуйста, присаживайтесь, мы очень рады видеть вас в нашей студии. Спасибо, да, что нашли время и в своем плотном рабочем графике нашли это время, приехали к нам на передачу. Скажите, у вас уже появилась вот такая вот Будокошлевская свистулька в вашем доме? Наверное, к моему упущению ее до сих пор еще нет, но впереди у нас много праздников, соответственно, много поводов приобрести себе и подарить друзьям, если, конечно, мастер нам позволит. Ну, я думаю, мастер позволит, мастер заулыбался и думает, как много впереди у него работы. Но мне кажется, действительно, это замечательный символ, которым сегодня может гордиться уже Будокошлевский район. А как вы вообще относитесь к развитию народного творчества и вообще к возрождению наших традиций? И как, в принципе, местная власть содействует сегодня таким начинанием? Народное творчество, наша национальная культура, это, наверное, те нематериальные ценности, которыми гордится каждый район и каждое государство. Поэтому сохранять их, приумножать, это наша святая обязанность. С этой целью мы реализовываем различные творческие проекты, проводим фестивали, конкурсы, поддерживаем нашу талантливую творческую молодежь. Спасибо большое. Вот у меня вопрос к Виталию Валерьевичу. Вот каждый район, вот как мы уже сказали, каждая деревня, да, она вот по-своему такая самобытная, да, она славится вот либо природой, либо вот людьми, вот в нашем случае, да, народными умельцами. А вот в Будокошлево вообще много осталось народных умельцев? Умельцев много. Конечно, знать всех в лицо достаточно сложно, но мы периодически встречаемся на различных конкурсах, на различных ярмарках. Поэтому наглядно знаю очень много. А вот знаете, что интересно? Мы говорим сегодня о деревянных, о ремесленничестве, о деревянных свистульках, мы говорим о рушниках, о ткачестве. А какие еще виды ремесленничества сегодня популярны, скажем, развиваются в Будокошлево, в Будокошлевском районе? Что это? Сегодня каждая территория может похвастаться своими умельцами. Это и соломоплетение, это и работа с ольном, это и вышивание, это и свои художники, которые есть у нас. А вот, наверное, гордитесь, что на игрушке Виталия Валерьевича, на международных ярмарках, засматриваются, заглядываются даже иностранцы. Это, наверное, мне кажется, особая гордость района. Я к чему говорю, что все-таки такой яркий пример не просто вот когда возрождается что-то, да, а когда это все-таки ремесло еще поставили на такую вот экономическую основу. Как вы считаете, это в принципе реально сделать народное творчество, ну, каким-то бизнес-проектом сегодня? Конечно, безусловно. И, в принципе, вы сегодня содействуете этому. В прошлом году вот проектом Виталия Карпинского заинтересовался Европейский Союз. Мы уже обозначили это сегодня в нашей программе. Был даже вот этот солидный грант. Как это вообще отразится на развитии и поддержке подобных инициатив местных жителей? Ну, проект Виталия Карпинского, безусловно, это яркий проект. Он победил в конкурсе проектных инициатив. Ну, я хочу добавить, что это не единственный проект, который сегодня реализовывается на территории Будокошелевского района. Их уже реализовано более 20. И как результат мы сегодня имеем и детские площадки, и спортивные городки, и тренажерные залы, и многое-многое другое. Но самое важное, что мы имеем сегодня инициативу людей, которые работали, работают над этими проектами, которые видят результат и продолжают работать. Спасибо большое. Давайте поговорим еще о том, чем вообще живет сегодня Будокошелевский район. Будокошелевский район – это небольшой район Гомельской области по численности населения. Сегодня проживает чуть менее 30 тысяч. Но вместе с тем это один из самых крупных районов Гомельской области по площади. И уж точно самый крупный по количеству населенных пунктов. Поэтому жизнь в районе и те проблемы, с которыми сталкиваются люди, они исходят из специфики района. Хочу сказать, что на сегодняшний день району уделяется большое внимание со стороны руководства области. В 2014 году в районе прошел фестиваль ярмарка тружеников села Дожинки в 2014 году. В рамках подготовки была проделана большая работа, были реконструированы улицы, приведен в порядок жилфонд, объекты социальной сферы. Преобразился не только город, но и сельские населенные пункты. Ну и еще хочу сказать, что в ноябре у нас был с рабочим визитом глава государства. Вы знаете, в последние годы рост в сельском хозяйстве, без этого же никуда, когда мы говорим про такие аграрные районы, как Будокошелев. Так вот, в последние годы рост в сельском хозяйстве характерен у нас для всей страны. Но на Гомельщине один из самых интенсивных и не последнюю роль, дорогие друзья, в этом играют аграрии Будокошелевского района. Хотелось бы спросить, чем же богата сегодня земля Будокошелевщина, и какие направления в сельском хозяйстве развиваете сегодня? Ну, совершенно верно. Будокошелевский район является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции области. И его доля занимает более 10% в общем валовом производстве сельхозпродукции области. Основные направления – это растениеводство и животноводство. Прошлый год для наших аграриев был достаточно непростым. Погодные условия сказались на производстве продукции. Но вместе с тем удалось добиться в очередной раз неплохих результатов. Это второе место в области по валовому производству продукции растениеводства. Ну и основные задачи, которые стоят перед нами на предстоящий год – это удержать, ну и по возможности приумножить позиции наши. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, дорогие друзья, вот у белорусов всегда было все-таки особое отношение к картофелю, согласитесь. Да, и вот в Будокошелевском районе это знают не понаслышке. Я хочу пригласить в эту студию человека, который проработал на земле более 40 лет и уверен, что в картофеле в водстве главное не количество, а качество. Встречайте, пожалуйста, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Лучший агроном Гомельской области, победитель республиканского фестиваля ярмарки Дожинки в 2009 году, почетный гражданин Будокошелевского района Федор Иванович Жирикова у нас сегодня в гостях. Федор Иванович, вы знаете, мы очень рады вас видеть сегодня на нашей программе. Дело в том, что сразу хочу сказать, что слава о таких агрономах, как вы, выходит далеко за пределы района. А вас, я поинтересовалась накануне передачи, а вас знают практически в каждом хозяйстве на Гомельщине и, кстати, часто приводят в пример. Вы знаете, вас называют человеком дело. Сказал, значит, обязательно сделает. Вот я хочу спросить, это главное правило для хорошего агронома? Сказал, значит, сделал. Да, это не только для агронома, для любого специалиста, не только сельское хозяйство, а и вообще. Значит, если будешь выполнять все свои обещания, то тебе будут доверять и можно будет любые вопросы решать. У вас получалось, вот как вот, если не получалось какой-то вопрос во время работы решать, как вы его обычно решали? Кнутом или пряником все-таки чаще? Нет, ну, я, если вопрос где-то застровал, я пытался какими-то убеждениями доказать, что это необходимо, что без этого невозможно. И что его надо решить именно сегодня, потому что, особенно в сельском хозяйстве, завтра может быть поздно. Ну, все-таки более 40 лет вы занимались сельским хозяйством, были главным агрономом сельхозпредприятия в Уваровичах, и ваше хозяйство всегда давало удивительные результаты. Вот было даже время, когда Будокшлевский район был валообразующим по зерну. Так вот, в чем же секрет хорошего урожая? Раскройте, пожалуйста, этот секрет нашим зрителям. Ну, вы знаете, сельское хозяйство, тем более растеневодство, непростой вопрос, это производство продуктов сельское хозяйство. Поэтому, когда я в 1990 году стал главным агрономом, это 25 лет. И время же непростое такое самое, да. Я, конечно, задумался на том, как это увеличить продукты, получение продукции, вот, зерна, картофеля и кормов. И благодаря тому, что мы подчинялись обе семена, министерству сельского хозяйства, была возможность много ездить и смотреть, как получается в других хозяйствах. Вот. Сотрудничали с фирмой Сингента, значит, по средствам защиты растений. Вот. И мне удалось побыть во многом хозяйствам республики. Вот. Был на переподготовке в Российской Федерации, в Московской области. Там познакомился с учеными из Голландии, с института, с Голландского института, научно-исследовательского института картофелеводства. Потом меня пригласили туда. Вот. И я досконально изучил технологию картофеля, производства картофеля. Вот. Хотя, потому что эта культура... Да, казалось бы, что там за производство? Посадил, полил, откопал, выкопал. Нет? Да. Потому что эта культура требует, ну, особого подхода. Вот. Ну, там, в Голландии я много чему удивился. Вот, допустим, они мне показали, как они выращивают посевной материал, ну, буквально на песке, на пляже. Вот. Значит, садят картофель, нарезают, значит, эти борозные, садят картофель, вносят удобрения все, значит, капельным способом. Вот. Вокруг, значит, мор, радом море, здоровый воздух, нету болезней, и получается отличный семенной материал. Ну, конечно. Выращенный на песке. Выращенный на песке. Там все необходимое, компьютер почитал. Вы попробовали применить подобные технологии? Так, слушайте, нет. Ну, конечно, я понимал, что они, главная их цель была реклама. Их товары, чтобы мы в Беларуси покупали их семена. Вот. Ну, а у меня другая была цель. Конечно, мы финансово не могли позволить себе купить в Голландии семена. У меня была цель посмотреть технологию и понять, что главное, значит, выращивание картофеля. И какой вы вывод сделали? Какой? Вот. Я вывод сделал, что самое главное – это семена. Это семена. Это репродукция. Вот. Ну, а потом остальное все. Ну, и, конечно, хранение. А, то есть, главное, вы считаете, что секрет успешного урожая картофеля – это хорошие семена и правильное хранение? Да, правильно, хранение. Вот. Потом мне удалось там участвовать в международном семинаре по картофелю. Вот. И когда уже я приехал, все это в хозяйстве начал променять, у нас получилось, повысилась урожайность картофеля. И мы начали реализовывать более качественные семена. И в связи с тем, что научились его хранить, ведь же семена осенью мало кто хотел брать. Хотели все весной, чтобы уже, зачем мы его хранить, чтобы готовы. Вот. У нас получилось хороший, значит, показатель реализации. Вот. И мы, вот, трудные годы перестройки, вот, 90-е годы, вот, мы планомерно увеличили урожайность, ну, не только картофеля, зерновых. И вошли в тройку хозяйств республикеров по производству элитных семян на балогектар пашни, значит, республики. Просто хочу, да, обратить внимание для тех, для тех, кто, может быть, только что включил телевизор. Вот секреты удачного урожая картофеля на Будо-Кошелевщине вот прямо сейчас раскрывают наши гости. Один из них, это, конечно же, Федор Иванович Жириков, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь. Я знаю, я знаю, что у вас, Федор Иванович, очень много наград за работу. Вот какой из них вы считаете самой важной и почетной? Ну, вы знаете, конечно, со всех наград, а у меня за 25 лет, учитывая грамоты, там, дипломы, около, больше 20, практически каждый год. Вот, и самое, конечно, главное для меня, это награды, которые вручил мне президент. Вот, а встречались мы, жаловал мне руку четыре раза. АПЛОДИСМЕНТЫ Самая важная, конечно, самая первая награда, это когда мне в 97-м году присвоили звание заслуженный работник сельского хозяйства. Вот, я уже говорил, что перед этим мы, значит, были, значит, в тройке лучших хозяйств Республики по производству семян, и организовывался республиканский семинар в Гомельской области. Ну, и, конечно, ведущим было наше хозяйство. Вот, я даже тогда немножко растирался, как директор отсутствовал, и, значит, мне сказали, что будут все ведущие ученые Республики, все будут директора научно-исследовательских институтов, что будут все опытные станции Республики, экспериментальные базы. Вот, думаю, что я буду говорить, мне надо было показать систему семеноводства в хозяйстве. Ну, мне там предложили, там, выберите пару полей, расскажите все. Но я решил так, я решил показать все. От края до конца, все культуры и всю технологию производства семян. Вот, и пусть, чтобы, значит, ну, более объективно посмотрели это и поняли. Вот, потому что одно-два поля покажи, скажут, могут подумать, что показуха и так далее. И вот, когда это проехали, все поля много вопросов задавали, академики задавали вопросы, и курьезные вопросы там, ну, это долго рассказывают. Это в другой раз. Вот. Когда мы проехали все, и проехали, и последнее было картофельное поле, и, значит, уже был конец июля, вот, и, значит, поле больше ста гектар, зелененькое, стояло, и такой ботвак, как стена, и я предложил вырвать любое растение, и там, значит, было, значит, значительное количество чистенькое. Хороший урожай, чистые гадушки, так. Вот, и ведущий земледелец, ученый Михаил Кадыров подошел ко мне и сказал, молодец, как это все смог в это время сделать. Вот, и после этого, значит, там по осени, меня уже вызвали, сказали, вам присваивается звание заслуживания. Спасибо большое. А вот согласитесь, все-таки сельское хозяйство, это не просто отрасль экономики, это все-таки вот очень важный пласт нашей такой вот культуры славянской, которую надо вот сохранять. Вот мне интересно, Геннадий Анатольевич, вот как вы видите завтрашний день наших аграриев? Это только наращение объемов производства, животноводства и улучшение агротехники и растеневодства. А как вы считаете, что необходимо сделать, чтобы наше сельское хозяйство, ну, как это говорится, шагало вперед и только процветало? Ну, вы знаете, сельское хозяйство, здесь однозначно нельзя сказать так одним словом. Здесь много нюансов, что было раньше сделано, что сейчас делается. Конечно, вот как-то я вот смотрю, жалко населенных, деревни жалко, населенных пунктов, вот проедешь, деревни как-то ходят, значит. Вот у нас пошла глобализация, укрупнение хозяйств. Ну, с одной стороны, это хорошо, а с другой, что, значит, допустим, хозяйство, в котором нету центра колхоза там или солхоза? Значит, оно уже обречено, это хозяйство, и все, люди уезжают, и все. И я считаю, что самое, ну, что можно сказать, что там техника пошла современная и так далее, что легче стало работать и так далее. Но самое главное – это люди, это специалисты. И если не будет работа со подготовкой рамотных специалистов, то, конечно, никакая техника ничего не поможет. Вот. И у меня такое пожелание, надо на это обратить внимание, чтобы нам не пришлось производить продукты питания вахтовым методом. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что на «Беларусь-4» программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы знакомим вас с жителями Будокошелевского района. И сразу после рекламы вас ждет встреча с удивительной семьей. Сегодня мы узнаем, кто же в деревенской хате хозяин, и сколько пчел содержит директор сельской школы. Дорогие друзья, на «Беларусь-4» добрый вечер, Гомель. Сегодня мы рассказываем о людях, традициях, обычаях и нравах жителей Будокошелевского района. Вот, Геннадий Анатольевич, благоустройство и строительство жилья – все-таки важная составляющая жизни любого района. Вот что сделано в Будокошелевском районе в этом направлении, расскажите, пожалуйста. Строительство жилья – это одно из направлений социально-государственной политики. Ну и мы понимаем, что от этого зависит и кадровый потенциал района. Поэтому этому направлению работы уделяется большое внимание. Только за последние пять лет в городе Будокошелево, в городском поселке Варовичево, в городке Комунар, построено 10 многоквартирных жилых домов. 46 домов одноквартирных построено на селе, именно для специалистов сельского хозяйства. В декабре 2017 года начато строительство 40-квартирного арендного дома, которое планируется завершить уже в этом году. И в этом же году планируется еще строительство нескольких арендных домов. А вот мне интересно, Федор Иванович, вот про медицину хочу затронуть вопросы, хочу задать вам вопрос. У вас есть ли вы лекарь в деревне или вообще в районе, любимый какой-нибудь, к которому вы ходите? Где вы вообще лечитесь? К врачам ходите? Ну, конечно, в моем возрасте надо уходить к врачам. Так, кто это? Что это? Центральная больница районная? Конечно, Уваровская больница, которую хотели закрыть. Вот, значит, ну, по просьбе жителей, убедительной просьбе жителей, от этого ставили вопрос, и, короче, больница существует. И как она вам сегодня? Она изменилась? Вот медицинское обслуживание? Ну, конечно, ну, конечно, там врачи грамотные. Вот, если бы ее закрыли, конечно, нам бы было больше, так сказать, проблем, ездить в район и так далее. Ну, а вообще медицина, конечно, сейчас не сравнить. Я, ну, понятно, уже за последние годы, вот, приходилось обращаться мне там. И самые разные, самые возможные, и вчера еще невозможные процедуры, и УЗИ, все-все сегодня доступно, в принципе. Все, да, в районе, в нашей районной больнице можно буквально все это сделать. Ну, я вот хотела бы услышать ваше мнение тоже, Геннадий Анатольевич. Какая медицина сегодня вот доступна жителям райцентра, сельской местности? Вообще, что нового появилось в техническом оснащении, в лечебной базе, вот, в Удокошелевском районе? На сегодняшний день учреждениям здравоохранения оказывается достаточно широкий спектр всех необходимых медицинских услуг. Выполняются и все необходимые исследования, это и ультразвуковые, и рентгеноскопические, и эндоскопические. Сеть учреждений здравоохранения представляет собой сегодня это и Центральная районная больница, Уваровичская районная больница, которую назвал Федор Иванович, шесть самостоятельных амбулаторий врача в общей практике, 23 ФАПа. Вот эта сеть и организованная работа медперсонала сегодня направлена на то, чтобы обеспечить равный доступ к медицинским услугам, как сельских жителей, так и городских. Чтобы ничем не отличалось, в принципе, такое медицинское обслуживание. А как ситуация обстоит с кадрами, с медицинскими кадрами сельской местности? Спрашиваю, потому что известно, что это проблема вообще регионального такого масштаба сегодня. Ну, здесь немного похвастаюсь. На сегодняшний день особо остро проблемы в Удокошелевском районе не стоит. Мы сегодня обеспечены на 98% по занятым должностям. У нас в недавнем прошлом было введено в эксплуатацию общежитие для медицинских работников квартирного типа на 36 квартир. И увеличилась закрепляемость кадров, и, соответственно, снялась и проблема. Ну, так это очень весомый аргумент на самом деле. Да, по-моему. Спасибо. В медицине, да, здесь хорошо с кадрами и даже отлично. В сельском хозяйстве немножко хуже. Я вот и хочу с вами задать вопрос. У вас улыбка, когда про медицину, и чуть-чуть грусть, когда про сельское хозяйство. Да, да, здесь с кадрами есть проблемы в районе. Спасибо большое. Дорогие друзья, Будокошелевский район сегодня у нас в гостях. Вы знаете, на самом деле это место, которое славится своими спортивными достижениями. Вот, например, на Будокошелевщине есть даже свой чемпион мира по велоспорту среди молодежи. Это участник Олимпийских игр Константин Севцов, который начинал свою спортивную деятельность в Будокошелевской детско-юношеской школе. Вы знаете, сегодня в нашей студии присутствует директор детско-юношеской школы «Спарта». Это Владимир Алексеевич Кирпичев. Давайте узнаем, как живут сегодня юные спортсмены Будокошелевщины. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Владимир Алексеевич, вот какие, на ваш взгляд, сегодня созданы условия для развития спорта, для развития детского спорта в малых городах и сельской местности, например, в Будокошелевском районе? В нашей спортивной школе на данный момент работают четыре отделения. Отделение легкой атлетики, тяжелой атлетики, велоспорта. Буквально в 2016 году было объединение двух школ. Она существовала отдельно. Коммунарская спортивная школа была объединена с городской школой. Вот появилось отделение велоспорта и отделение вольной борьбы. У нас занимается больше 250 детей. И из них где-то больше половины именно на районе, именно в сельских школах. То есть вот велоспорт у нас, легкая атлетика, тяжелая атлетика тоже есть. Именно на сельских школах привлекаем сельских детей занятием спортом. Скажите, пожалуйста, а вот какие результаты показывают сегодня ваши воспитанники? Можно ли этим гордиться? Ну вот в продолжение Константина Севцова. У нас еще также участник Олимпиады был Гаева Ольга. Плюс сейчас на данном воспитаннике продолжают традиции Дедикова Анастасии. Она член национальной сборной по велоспорту. Сестры Чуенковы по велоспорту. По борьбе можно выйти. И Ермаков Сергей неоднократный призер чемпионата в республике. Участник чемпионата Европы и мира тоже по вольной борьбе среди юниоров и молодежи. Воробьева Надежда также была у нас в составе национальной сборной. Сейчас вот в этом году буквально у нас трое призеров республики. У Чуенкова она заняла первое место по борьбе, третье место и по тяжелой атлетике. Скажите, пожалуйста, как вам удается выращивать чемпионов? По-другому даже не знаю, как и спросить. Вот какими качествами вообще должен обладать ребенок, чтобы добиться высоких результатов? Открывайте секреты, потому что вы точно их знаете. Ну, в принципе, основное это все-таки желание заниматься и характер. Данные это очень хорошо, но если нет характера, то, конечно, таким как Константин Силуцов не станет. Вы знаете, мне кажется, тут еще Будокошелевская бульба имеет значение. Мы научились выращивать. Спасибо большое. Дорогие друзья, знаете ли вы, что в обычной сельской школе в Будокошелевском районе сегодня создаются настоящие модные коллекции и даже проводятся подиумные показы? Кстати, к нам на программу приехала создатель театра моды Жанна Петровна Кривошеева. Добрый вечер. Мы очень рады видеть вас сегодня на нашей программе. Я так понимаю, что со специалистами, в частности, с профессиональными швеями и закройщиками проблем в Будокошелевском районе не будет. Я бы сказала, что не со специалистами, а с творческими людьми точно проблем не будет. Ну вот мне интересно, как же появилась вообще идея создания собственного театра моды в сельской школе? И вообще, насколько популярен этот проект у ваших учеников? Вот вы сегодня упомянули, что у нас обычная сельская школа, у нас необычная сельская школа. Наша школа старейшая в районе. У нас столько выпускников знаменитых, что я их просто даже не смогу пересчитать. Ну а дизайнер моделей есть среди них? Пока еще нет. Еще все впереди. Вот такого еще нет, но я очень надеюсь, что в ближайшее время все-таки мои уже ученики пойдут намного дальше, чем я. Да, я уже все-таки учитель, учу в первую очередь. Скажите, вы создаете какую-то свою моду или используете все модные тенденции? Спрашиваю, даже задам по-другому вопрос. Что на пике популярности сегодня вот в Будокошелевском районе у женщин? Во что одеваются, какие платья носят? Вы знаете, вот сразу возникает вопрос. А вы любите драники? Очень. И я люблю. Какая разница, да? Деревня это, город это, да? Да, и не важно, где мы живем. Главное, что у нас что-то должно объединять. Что мы носим, что мы кушаем, мы можем быть в одном доме и совсем разным. Мы можем быть в разных полюсах и абсолютно одинаковыми. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, вот как знать, может быть через несколько лет вот о вашей деревне как раз-таки заговорят как о родине известного модельера. Ну, время покажет, да. Ну, а пока я хочу пригласить в эту студию многодетных родителей из Будокошелева. Дорогие друзья, очень интересная семья. Встречайте, пожалуйста, Анна и Александр Василенко у нас в гостях. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста, Анна и Александр. Мы рады, что вы приехали к нам в гости. У вас очень интересная семья. Хотела бы просто рассказать для наших зрителей, что вот вы оба родителя и два директора школ. Гимназии и сельской школы, причем такие разные школы. И вы знаете, я просто представляю, каково вашим детям, наверное, дисциплина, наверное, в доме железная. Ну, вы знаете, мы стараемся своих детей воспитывать в педагогике сотрудничества. То есть у каждого есть свое мнение. И ребенок имеет право на высказывание, свое мнение. Ну, а мы уже как родители ограничиваем рамки. В общем-то, объясняем, как и что, за которые нельзя в жизни выходить. Но это перенесено с работы, как бы. То есть для работы... Я говорю, дисциплина железная у меня в семье. Ну, если серьезно, вот мне что-то любопытно. Муж и жена, два руководителя под одной крышей в одном доме. Вот как уживаются вообще рядом две такие вот самодостаточные личности. Александр, скажите, кто в вашем доме все-таки хозяин? Ну, точно так же, как мы с детьми имеем право голоса. Точно так же у нас и в семье каждый член семьи имеет право голоса. Жена имеет свое мнение высказать. Муж имеет свое мнение высказать. Ну, а в настоящее время у нас модно распределять обязанности. Когда мы очень сильно заняты, наши дети иногда бывает и кушать приготовят, иногда бывает и посуду помоют, иногда бывает и дом уберут. Анна, скажите честно, кто готовил рождественские пироги вчера? Вот только честно. Я, средний сын и младший. Вот, все помогали. Старший был на учебе, к сожалению, а тот тоже бы помогал. Спасибо, очень интересно. Анна, вот я знаю, что вы приехали в Докошелево много лет назад и остались здесь. Вот мне интересны какие-нибудь подробности, если возможно. И ответьте, пожалуйста, на вопрос, не жалеете ли вы о таком поступке? Ну, знаете что, это, наверное, была судьба. Да, вот впервые я мужа увидела, вернее, он меня увидел, когда я в рамках прохождения университетской практики сопровождала группу детей его школы в санатории. Ну, и так красиво ухаживала, что после пяти месяцев знакомства, ну, вот как-то я сдалась. Вы согласились на первое свидание? Да нет, свидания начались уже прямо там в санатории. А, вы уже вышли замуж. Да, через пять месяцев мы уже были с кольцами, в общем-то. Ну, вам же выбор был же такой, да, уехать из города, переехать в деревню. Понятно было, что там надо основательно жить, работать. Вас-то не пугало тогда? Нет, вы знаете, в принципе, это зависит, наверное, от человека. То есть я работы не боюсь, в общем-то. Главное, чтобы она была интересна, чтобы она приносила пользу какой-то, и не только нам, но, в принципе, и людям окружающим. То есть не важно, где ты живешь. Главное, чтобы ты был человеком и реализовать себя мог. Спасибо. Я просто хочу представить, это сколько лет назад вы приехали в Будокошелевщину? Ну, уже будет 18 лет, как мы знаем. 18 лет. Это была совершенно, мне кажется, другая история, да, и с нашей страной, и с Будокошелевским районом. Вот на ваш взгляд, что такое сегодня Будокошелевщина? Вот просто я хочу понять ваше первое впечатление, когда вы туда приехали 18 лет назад, и сегодня. Мне кажется, вы с такой гордостью говорите об этом месте. Ну, конечно, в общем-то. Я, наверное, продолжу у Геннадия Анатольевича, да, вот и скажу, что это, в общем-то, на данный момент это перспективный развивающийся район, в общем-то, благоустроенный, да, в рамках тех самых дожинок. То есть, в принципе, созданы все условия для того, чтобы развиваться в дальнейшем и выйти на какие-то более высокие прогнозные показатели. Спасибо. Мне вот интересно, кто из вас решится поделиться своими мыслями, легко ли жить сегодня в деревне? В деревне жить, наверное, всегда легче, нежели чем в городе. Самое главное, чтобы были руки, и эти руки были рабочие. Чтобы человек не жалел своего времени на то, чтобы пожертвовать пару часиков вечером и пару часиков утром, на то, чтобы выйти пообщаться с хозяйством, на то, чтобы где-то что-то сделать в саду. Поподробнее, пожалуйста, расскажите нам про хозяйство, про сад и вообще, чем вы занимаетесь в свободное время? Ну, я очень люблю, чтобы вокруг дома было все. Вы имеете в виду сад, цветы, палисадники? Я имею в виду и сад, и огород, и грядки, и животные, и пчелки, чтобы в саду летали. Все это радует глаз, сердце. А весной, когда расцветают сады, внутри как-то все тоже цветет. То есть, огород и сад на вас, я так понимаю, это ваша забота в основном? Я дополню, можно на мне теплица. А, с огурчиками и помидорчиками? Конечно, и с рассадой тоже это я. И так нравится распределение ролей в этой семье, согласитесь? Очень интересно. Ну, Александр, ну, действительно, пора раскрывать карты. Дело в том, что вы знаменитый в округе пасечник, и мне очень хочется узнать, сколько пчел у вас на пасеке. Расскажите. Ну, если говорить о количестве пчел на пасеке, то, наверное, стоит говорить о пчелах, которые уже готовы к медосбору. Пчелы, которые ушли в зимовку и весной, должны иметь настоящий рабочий вид. Это пчел таких немножко более чем 50 семей, но есть те пчелы, которые как школьники еще воспитываются, настраиваются. Хорошо, 50 семей плюс школьников сколько? Я имею в виду, ну, этих пчелин. Плюс-минус 12, наверное, так? Ничего себе! Мне кажется, если бы у меня была такая пасека, я бы каждой пчелке свое имя дала. А у вас не так, нет? Я думаю, что, наверное, наших православных имен не хватило. А вы знаете, мне интересно, сыновья помогают вам из пчелы дня? Да, конечно, старший сын всегда целое лето помогает где-то что-то по пасеке принести, отнести, если надо посмотреть семью. Младшие тоже помогают, ну, на более низком уровне тоже там где-то что-то физически сделать. Пчела, она требует терпения, потому что к челам просто так не придешь. Пчелы здороваются за руку и сразу чувствуешь это здорово. Это хорошо сказали. Здороваются не только за руку, мне кажется, очень часто. Спасибо большое, спасибо. А вообще легко ли совмещать работу в школе и хозяйство, огород, пасека? Тяжело, но это дает свою отдачу. Расскажите нам, пожалуйста, что вообще представляет собой современная деревня в плане культурном? Что здесь сегодня есть, кроме школы еще? Ну, функционирует, конечно же, сельский клуб, то есть он перенесен в другое помещение, в котором организуются различные праздники. В том числе и гостеприимные жители по праздникам также приглашают людей друг к другу в гости. Обязательно масленичные гуляния устраиваются, то есть мы по причине занятости в последнее время не можем присутствовать, так тоже с мужем ходили. Даже на тройке катались. Даже на тройке? Да, живо, так, красочно, весело. В принципе, город в чем-то может позавидовать. Спасибо. Виталий Валерьевич, я знаю, что вы более 20 лет проживаете в Будокошелевском районе. Это Уваровичи поселок. Вот вообще на ваш взгляд изменился ли сегодня поселок и вообще район за эти годы? Мы приехали в период развала Советского Союза, это более 25 лет. То есть я застал и то, каким был поселок при Советском Союзе, я приезжал до этого несколько раз. Я знаю не понаслышке, что Уваровичи был очень, скажем так, продвинутым населенным пунктом. Приезжали с Гомеля закупать при советской власти в магазины, потому что было обеспечение достаточно хорошее. За 25 лет радует, что появились магазины частные. Мы имеем возможность покупать различные продукты, товары. То есть не надо ехать в райцентр? Мы все равно ездим, но тем не менее разнообразие достаточно большое. Построена замечательная школа за эти годы, реконструирован дом культуры городской, центр детского творчества замечательный, реконструирован. И это все в одном поселке Уварович? Да. Детская школа искусства, также замечательно, хорошее здание. То есть у нас есть возможность для детей обучаться на различных видах кружковой деятельности, дополнительное образование получать в центре детского творчества, в школе искусства, при школе, в Доме культуры. Это радует то, что дети могут свое время заполнить чем-то полезным. А вы знаете, вот мне хотелось бы узнать, где дети могут научиться делать подобные игрушки, которые вы сегодня делали в нашей студии. Давайте, во-первых, покажем, что получилось. Да, получилось. Мне кажется, да, с вас уже. Вы такие десанты? Я сразу вам ее передаю. Добрый. Посмотрите, пожалуйста, дорогие друзья, здесь даже есть логотипы нашей программы. Добрый вечер, Гомель и телеканала «Беларусь-4 Гомель». Замечательная собачка, прекрасный сувенир для нашего проекта. Можно я попробую? Конечно. Я хочу извиниться перед звукорежиссером. Я, на самом деле, не ожидала, что это будет так громко. Спасибо большое. Итак, кто, могут ли маленькие школьники, маленькие дети в Будокошлево сегодня научиться? И где это возможно? Вашему ремеслу. Я в настоящий момент работаю в деревне Гусевица. Это 5 километров от Уваровича, директор Гусевицкого сельского дома культуры. И мы открываем в рамках местной инициативы «Зародим рушник» творческую мастерскую, где буквально через несколько недель можно будет с детьми вот этим овладевать. Но мы нацелены еще на туристическую привлекательность, поэтому мы надеемся, что будет туристический маршрут полностью опробирован, и родители из Гомеля, приезжая к нам, смогут совместно с детьми сесть и сделать такие игрушки, выжигательные закупленные, заготовки мы сделаем. То есть совместно с детьми это реально сделать и увезти домой частичку Будокошлевского тепла. Спасибо. Аплодисменты. Дорогие друзья, согласитесь, что приятно, что в наших малых городах и деревнях люди, которые в постоянных трудах и заботах о хлебе насущном, любят и ценят все-таки праздники. А какой деревенский праздник без песни и пляски? Аплодисменты. 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 С тобой речи говорите, лёжить не любит на правой руце, ой, дебоюсь, разбудите. Лёжить не любит на правой руце, ой, дебоюсь, разбудите. Лёжить не любит на правой руце, ой, дебоюсь, разбудите. ПЕСНЯ 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 Притом это были семейные все. Вот у меня три брата, и вот если играл, начинал старший, и играли младшие, и кто там еще родился. А еще самое главное, что там было очень много певуней. То есть в 1989 год Людмила Николаевна Стаховец, пришедшая тогда в нашу культуру войск, собрала людей, и вот... Местных певуней-музыкантов, да? Да, местных певуней. Особого труда не было, и поэтому пошло... Весь секрет успеха, Синичек, в том, что в этой деревне какой-то особый, наверное, воздух, да? Где очень-очень много появляется музыкантов. Ну, появлялась, появлялась, к сожалению, да, к сожалению. А где сегодня, кстати, выступают Синички? На каких площадках, где можно услышать ваши песни? Вы знаете, мы побывали и несколько раз в России, и несколько раз на Украине, Беларусь мы, ну, и Брестская область, и Могилевская, и Гомельская вся, вся почти что Гомельская область объездили. В настоящее время, конечно, немножко труднее это стало делать. Репертуар у нас в основном белорусские народные песни, вот. Нашей местности, именно Синичино, Ибольск, Чеботовичи, вот Кривск, вот это вот наш уголок этот вот, Приднепровская какая-то, Приднепровья. Поэтому, ну, готовые номера есть, хорошие номера. Приглашайте. Да. Да, приглашайте. Синички готовы к вам, что называется, прилететь и спеть. Спасибо большое. Вы знаете, вот последний вопрос, вот уже в финале нашей программы, как вот, на ваш взгляд, в чем залог успешного развития малых городов, наших сел, вот что необходимо предпринять для улучшения жизни населеда и района в целом? Развитие любого района, наверное, зависит от жителей, которые в нем пребывают. Поэтому залог успеха зависит от условий труда и от условий комфортного проживания жителей. Ну, я так понимаю, что местная власть делает все возможное для этого. Спасибо. Ну, я как сельхозник скажу, надо нам всеми силами поднимать престиж крестьянского труда, и тогда все получится. И народные песни я хочу еще обратить внимание. Да, дополнение народные песни. Оно же так хорошо, наверное, работает. Вот я на дачке иногда, да, под народную песню. Да, там, где и песня, там и хлеб есть. Спасибо, золотые слова. Спасибо большое. А вот мне интересно, что бы вы пожелали нашим телезрителям, вот телеканала «Беларусь-4» и вообще жителям Будокшлевского района? Можно все оставлять на потом, на пенсию или еще говорить, нету сейчас возможности. Необходимо садить самому, с детьми и пробовать, и пробовать, и пробовать. И тогда что-нибудь получится. Спасибо. Ну, мы уже прожили праздник Рождества, учитывая народный фольклор, хочется пожелать всем красиво провести калядную неделю, вспомнить наши корни, от которых мы живем. И ни в коем случае эти корешки не оставлять и не подрубать, потому что когда вянут корни, отмирают, то и вянет вся крона. Спасибо большое. Анна, вам слово. Что пожелаете нашим зрителям? Мне хотелось бы пожелать каждому нашему жителю Будокшлевского района и каждому зрителю, конечно, и каналу «Беларусь-4» в вашем лице, к любому делу относиться на позитиве, подходить с улыбкой, с хорошим настроением. И тогда, в общем-то, в руках все будет спориться, гореть, но и без этого как-то нельзя. И тогда мы будем все, в общем-то, успешными в своей жизни и в любых своих делах в начинании. Спасибо большое. Дорогие друзья, это был еще один добрый вечер. Гомельс, Наталья Волынец. До новых встреч в эфире. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok